Я должен вам сказать, как геолог, бывший геолог, для меня говорить такие вещи было просто невообразимо. Когда я начала разбираться в этом всем, у меня возникало все время в голове, нет, этого не может быть. Другой голос в моей голове, нет, может. Я говорю, нет, не может, и так далее. Оказывается, это происходило и раньше, и мы имеем возможность исследованиях, идти назад в историю, используя описанные тексты и другие технические методы, геологические и так далее. Мы наблюдаем непредвижимые факты, что подобное происходило на Земле не раз. Земля периодически замедляет свое вращение до момента, когда наступает точка отдыха на короткий срок. Нет вращения, а затем начинает вращаться с нарастающей скоростью опять в противоположном направлении. И опять-таки, как геолог, я просто не мог сначала это все осознать. Для меня это было просто невообразимо. А чем больше я исследовал это все, добывал информации из древних писаний, современных научных работ, я пришел к мнению, что, по крайней мере, есть одно недавнее записанное в истории наблюдение, когда подобное происходило. Когда я был еще в школе, то меня учили, что если бы Земля остановилась, то гравитация бы пропала. И мы все время на выступлениях, люди задают вопрос, как это, как насчет гравитации? Если нет гравитации, мы все разлетимся с поверхности Земли. И я помню даже учебник в школе, и как раз был такой рисунок, что если нет гравитации, то все поверхности улетают в разные стороны. Люди летали со спортертыми руками и ногами, и у каждого было ужасное впечатление о том, где и когда Земля остановится. И теперь мы все знаем, что дело тут совсем в другом, что гравитация Земли не существует благодаря ее вращению. Даже при отсутствии вращения Земли, Земля продолжает иметь гравитацию. Когда мы посылаем астронавтов в космос, мы вращаем космический корабль вокруг своей оси, и чтобы астронавты могли стоять на центрах внутренней капсулы, но это не есть действительность и гравитация. Это центровая сила, что прижимает их к борту корабля. Это просто стимуляция гравитации, но не настоящая. Я к чему веду, что это не важно, вращается Земля или нет. Это не влияет на ее гравитацию. Мы имеем исторические сведения. И если такое уже случалось в истории, то, естественно, это бы заметили, и кто-то бы, наверное, записал. И такая запись, сведения такие, существует, недатирована 35 тысячами лет тому назад. И представьте следующее. Если бы Земля остановилась в точке покоя, то одна часть ее, что повернута в Солнце, сделалась бы очень жаркой, а другая, с обратной стороны, очень холодной на время остановки. И это как раз ситуация, что описано в имеющихся древних писаниях. Мы находим в перуанских древних текстах описание длинной ночи, что продолжалось почти три дня. В то же самое время, с другой стороны Земли, прямо на Среднем Востоке, мы находим записи в дюблейских текстах о длинном дне, который продолжался более 20 часов. Индейцы Хопи имеют писание, где говорится, что Солнце зашло дважды в один день. Оно зашло опять на Западе, и зашло после длинного дня, а затем село на Востоке. И так уже продолжалось делать по сегодняшний день. Вполне возможно, что у нас есть очень хорошая запись этого процесса, что происходило совсем недавно в записанной истории, если мы, конечно, сможем это все сложить в одну картину. В это время трансформации мы имеем два параметра, что определяет значение этого процесса для нас с вами. Возможно, вы, как и я, живем во время этой самой прелюдии к такому процессу, как этот. В реальности вполне возможно, что вращение внутренних слоев Земли остановится задолго до того, как внешнее вращение Земли изменится. И мы с вами даже не заметим существенной разницы. Это очень серьезная информация, и я буду не раз возвращаться к этим параметрам и их значениям для нашей жизни. И сейчас, через несколько секунд, вернемся к нашим рисункам. Просто хочу, чтобы вы держали в голове эту схему уменьшения репромагидного поля с одной стороны и увеличения вибраций с другой. Вот обратите внимание на другой рисунок. Это простая, так называемая, фазовая диаграмма воды. Я выбрал воду для наглядности, чтобы было хорошо видно, как она меняет свое состояние при разных условиях среды. И вам эти изменения хорошо знакомы. Почему я и выбрал воду? Вот линия температуры, что увеличивается в этом направлении. А вот атмосферное давление, что увеличивается в этом направлении. Эта диаграмма наглядно вам показывает, что при каких условиях температуры и атмосферного давления вода пребывает в состоянии льда. При определенных данных атмосферного давления вот здесь и узкого ряда значений температуры вот здесь вода выражает себя как лед. При других значениях давления и температуры вода существует уже как жидкость между этой линией и этой линией вот здесь. А при этих условиях она выражает себя как газ. Химически это тоже вода, H2O. Но структурно она выражает себя по-разному в зависимости от величины атмосферного давления и температуры. Другими словами, вода проходит через фазовую трансформацию или изменение состояния. И вот почему я это показываю. Потому что это очень хорошо отображает тот процесс, который проходит сейчас на Земле. Я полагаю, что Земля проходит как раз через такую вот фазовую трансформацию, только вместо температуры и давления мы имеем дело с электромагнитным полем и вибрацией Земли во времени. Так же, как на нашей диаграмме для воды. Она продолжает быть водой, только меняет саму манеру специализации. Так же и во время изменения магнетизма и частоты вибрации мы продолжаем оставаться существами, тела которых существуют на основе углерода с точки зрения химического состава. Но наше качественное состояние проходит новую фазовую трансформацию. Это и есть, с моей точки зрения, суть процесса на материальном уровне, который нам предстоит пережить. Вот это изменение состояния, эта трансформация является сутью любой религии, любой основы научных доктрин, что изучается сегодня людьми. Это великолепное изображение из книги художника Алекса Грея «Священные зеркала», которое показывает, что наше тело – ничто другое, как элементы периодической таблицы, соединенные определенным образом. Все эти элементы существуют так же, как и на Земле, в определенной соединенной последовательности. Это и есть наше тело, разнообразные организованные соединения химических элементов, что мы видим здесь. Всегда интересно наблюдать, когда я веду группы людей в путешествиях по Перу или в Египте. В Перу, например, когда мы идем берегом реки, и вы зачерпнете горст песка, и чувство такое приятное. Люди любят прикасаться к реальности и чувствовать ее прелесть. Я всегда говорю, это должно ощущаться хорошо, потому что это вы, эти минералы, эти элементы – это все вы, что в других просто пропорциях и порядке. Все, из чего мы состоим, это все и есть элементы, что мы находим здесь, на нашей Земле. Наша Земля проходит через фазовую трансформацию. Она меняется, и мы должны, соответственно, не мешать этим изменениям в своей внутренней химической структуре и тем, что идет в унисон этих процессов. Это рисунок, что я выбрал. Великолепный рисунок, он находится на первой странице тибетской книги «Мертвых». «Живых и мертвых», как ее сейчас называют. В центре вы видите рисунок Будды, он выражен в виде человеческого сообщества, а вокруг концентрическими кругами расходится обозначение состояния человеческой души, ее переживаний, через которые должна пройти каждая человеческая душа, чтобы достичь состояния Будды. И заметьте, следующий интересный момент. Будда показан как бы в своем состоянии, а все остальные другие состояния на подходе к нему даны в виде вибрационных кодов, шаблонов вибраций, через которые нужно пройти, чтобы достичь состояния Будды. Сейчас я вам покажу, чтобы вы могли видеть собственными глазами зависимость между вибрацией и состоянием материи, как материя выражает себя в зависимости от заданной частоты вибрации. Другая причина, почему я показал вам этот рисунок, чтобы вы увидели, как в древних традиционных тибетских писаниях указывается путь в жизни человека, на протяжении которого душа имеет право выбора оставить человеческое тело и перейти на высшую ступень своего развития, проходя трансформацию, которую мы называем смертью. И тибетская книга «Живых и мертвых» с детальными подробностями описывает все сопроводительные моменты и особенности этого процесса трансформации. Это что касается тибетских традиций. Египетские традиции показывают схожую картину. Это картина божества Нют. Это голова Нют, ее тело, и здесь вы можете видеть, как ее ступни и остальные части ее тела с другой стороны. Если вы присмотритесь, то увидите, что солнце, эти красные точки, рождаются сквозь лону Нют, и идет в мир людей, как дневной свет, проходит на другую сторону, и Нют проглатывает солнце снова, наступает тьма, и так далее по циклам. Это и есть закодированное послание, что было оставлено нам в мистических школах, в египетских храмах. Мы живем этими циклами света и тьмы в каждом дыхании, что мы вдыхаем и выдыхаем в каждый день нашей жизни, как они проходят мимо нас. Они также определяют, что на протяжении жизни каждого человека мы будем иметь возможность трансформации нашей души на более высокую ступень своего развития, когда тело возвращается туда, откуда оно пришло, распадаясь на элементы, из которых оно состояло, как вы видели на рисунке Алекса Грея, а душа отходит далее в свое новое выражение, новое пожизненное воплощение. Вот это другой похожий рисунок выполненный в христианских традициях, христианских мистических школах. Он показывает такой же процесс. Различие между темным миром внизу и светлым миром вверху, в раю, и время между этими мирами, время нашей жизни и как мы вступаем между этими мирами после. И само различие между школами и учениями существует во времени, которое мы проводим здесь, и временем, когда мы уходим либо сюда, либо туда, так как наша душа в этом случае оставляет тело. Это и есть путь, но далеко не единственный, когда у души есть выбор оставить тело и трансформироваться на более высокую ступень своего развития. Я хочу вам показать различия между тибетскими, египетскими и христианскими традициями, а мистические школы также говорят что-то совсем другое в этом отношении. Вот еще один рисунок Алекса Грея, который показывает тот самый момент, когда душа проходит трансформацию, оставляя свое физическое тело. Физическое тело оставлено распадаться, эти вибрационные силы души и ее воля, что содержат все эти элементы вместе, разрешает телу быть таким, каким оно есть при жизни. Согласно этих традициях, мы верим, что в определенный момент жизни наша сущность трансформируется в следующую стадию своего жизненного опыта, а тело оставлено возвратиться туда, откуда были взяты временно эти элементы, которые составляли его вместе. это путь и выбор, я хочу показать вам различие во всех технических моментах этого процесса. через мистические школы нам дали другой путь, любую возможность для тела, чтобы выразить себя во время своей жизни. я делал для вас на выбор выписки из древних ритуальных текстов мистических школ, чтобы у вас было представление, почему сам контекст этих текстов очень важен. Я зачитаю сейчас все записки, но имейте в виду, без понимания глубинной сути или самого контекста эти выписки не будут для вас иметь никакого смысла. Библейский текст говорит следующее. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг вам вновление ока при последней трубе.